Добрый день уважаемые зрители и слушатели мы продолжаем наши видео уроки по истории средних веков на прошлых видео уроках мы с вами говорили о столетней войне между Англией и Францией сегодня поговорим о том как Англия и Франция чувствовали себя во второй половине 15 века после того как столетняя война завершилась война которая длилась 116 лет с перерывами конечно но все-таки это очень большой срок не могла не повлиять на обе страны на Англию и на Францию из этой войны и Англия и Франция выходят странами в которых сложились предпосылки для того чтобы справиться с феодальной раздробленностью окончательно сложились предпосылки для того чтобы возникло как говорят историки централизованное государство то есть государство где есть один единый центр силы которая объединена под властью одного правителя и тут мы с вами разговор начнем именно с Франции потому что во Франции все вот эти процессы объединения страны были гораздо более ярко выражены чем на британских островах из столетней войны Франция выходит во главе с Карлом седьмым Карл седьмой король который правил с 1422 по 1461 год это тот самый король который был коронован благодаря Жанне Д'Арк и который вот эту самую Жанну Д'Арк из плена не вытащил Карл седьмой немало постарался чтобы одержать победу в столетней войне и наверное справедливым будет мнение историков которые говорят что при Карле седьмом впервые за все время правления династии капитингов Валуа Франция была объединена под властью одного монарха большая часть Франции оказалась в руках одного правителя у этого правителя была первая в истории Франции регулярная армия не феодальное ополчение когда каждый из владельцев земель приводил свои контингенты под королевское знамя а регулярная наемная армия главную силу в этой армии играли так называемые жандармы у нас в России жандармами называли полицейских в начале двадцатого века вообще-то жандарм это означает вооруженный человек и жандармами называли тяжело вооруженных конников такой тяжело вооруженный всадник жандарм очень напоминал средневекового рыцаря и по своему внешнему виду и по вооружению способу военных действий но сильно отличался потому что обычно не был владельцем земли владельцем феода а служил королю за плату и вот карл седьмой оставляет своему сыну людовику одиннадцатому францию в общем-то благополучную но при этом все равно остаются проблемы эти проблемы связаны с ближайшими родственниками короля с крупными феодалами герцоги бретонский бургундский берлийский и прочее совершенно не разделяли идей французской короны о том что надо объединять всю страну вокруг одного правителя нет они хотели сохранить свои феодальные привилегии свои феодальные владения свои феодальные права и поэтому людовику одиннадцатому который завершит объединение франции пришлось выдержать очень тяжелую борьбу со своими родственниками крупными феодалами людовик одиннадцатый правит с 1461 по 1483 год если мы посмотрим на портрет этого человека а история нам сохранила прижизненный портрет людовика одиннадцатого мы увидим очень мерзкого типа вот посмотрите на его черты это крайне неприятный человек судя по всему но не бывает хороших людей с такими лицами и действительно еще в юности когда людовик одиннадцатый был всего лишь дофином то есть наследником французской короны он уже интриговал против своего отца вступая в союзы с различными дальними родственниками с тем чтобы ослабить власть французского короля но когда он сам стал королем перед ним стали в полный рост те же самые проблемы в первую очередь непокорность крупных феодалов историки говорят что людовик был так себе полководцем и каких-то блистательных военных побед он не одерживал зато он заменил силу хитростью свою политику объединение страны он строил на лжи на обмане на осторожности он очень любил подкупать своих противников стравливать их друг с другом совершенно неудивительно что в истории ледовик одиннадцатый остался с прозвищем лиса так его называли хитрый коварный зверь лиса он сам говорил о том что кто не умеет притворяться тот не умеет царствовать и неоднократно нарушал собственное данное королевское слово известно что по отношению к своим побежденным противникам людовик одиннадцатый не жнал никакой жалости зачастую те кто попал ему в плен содержались железных клетках специально построенных в которых даже выпрямиться в полный рост было невозможно в конце своего правления людовик одиннадцатый вообще практически не встречался с людьми окружив себя своей верной шотландской гвардией он жил в своем загородном замке и оттуда как паук плел сети своих интриг у замечательного английского писателя вальтера скотта есть отличный роман который называется квентин дорвард и он как раз хорошо описывает истории связанные с правлением людовика одиннадцатого рекомендуем почитать в первой части своего правления людовику одиннадцатого пришлось пережить достаточно серьезный удар со стороны своих противников в 1465 году крупные феодалы франции объединились против короля они создали так называемую лигу общественного блага которую фактически возглавлял очень интересный человек карл герцог бургундский вошедший в историю под прозванием смелый и вот эта самая лига общественного блага куда вошли герцог бургундский герцог бретонский герцог беррийский и более мелкие французские феодалы в прямом военном столкновении людовику одиннадцатому королевским войскам нанесли поражение и заставили людовика подписать крайне невыгодный мир который вот этих вот феодальных властителей серьез усилил а королевскую власть ослабил но людовик одиннадцатый хорошо знал древнеримский принцип управления дивиде от импера разделяй и властвуй людовик начал плести интриги стравливая между собой своих противников и породив внутри лиги общественного блага раскол постепенно шаг за шагом побеждал их одного за другим главным противником людовика одиннадцатого который как известно носил прозвище леса был герцог бургундский карл смелый которого называли волком и совершенно не случайно герцог бургундский карл смелый был жестоким феодальным хищником который в первую очередь конечно же уповал на силу своего бургундского герцогства на силу оружия и стремился завоевать как можно больше прав территорий и привилегий мечтой карл смелого бургундского было превращение его герцогства в самостоятельное независимое королевство и он очень много сделал он буквально стоял на пороге того чтобы добиться своего результата но вот здесь вот в конце концов так бывает подходим к цели и у самой цели ломаем себе шею владениями карла смелого были очень обширные территории здесь была и бургундия которая тогда делилась на две части одна из них западная часть бургундии называлась герцогство бургундская и входила в состав французского королевства ну по крайней мере формально вторая же называлась графство бургундская или франшконте которая входила в состав священной римской империи германской нации кроме того герцогу бургундскому удалось выбить из людовика 11 пикардию фландрю это области на северо-востоке франции люксембург кроме того карл смелый герцог бургундский претендовал еще и на эльзас и лотарингию территории которые лежат между францией и германией из-за которых кстати впоследствии франция и германия будут очень часто воевать если мы действительно удалось провозгласить все эти земли независимым королевством и передать это королевство своим потомкам мы бы на карте мира сегодня наверное видели еще одну европейскую страну но у бургундии была одна проблема она была вот как бы зажата с одной стороны а с другой стороны разделена между францией и священная римская империя германской нации и вот такое серединное поражение положение в конце концов приведет карла смелого катастрофе как жестокий феодал карл смелый не терпел никакого неповиновения и если против его власти восставали где-либо он старался это подавить как можно более кровавым способом известны три восстания против карла которые последовательно подымали граждане города льежа одного из крупнейших городов фландрии всего льеж это город в бельгии все эти восстания карл бургундский жестоко подавил используя для подавления свою армию армия бургундская была весьма и весьма велика и могуча главную силу в этой армии представляли те же самые жандармы то есть тяжело вооруженная кавалерия как и во франции с другой стороны карл смелый был прогрессивный человек и большую ставку делал на артиллерию еще во времена столетней войны и англичане и французы уже начали активно применять пушки которые использовались либо для разрушения стен крепостей либо даже в полевых боях такие пушки прямо скажем достаточно примитивные скованы из нескольких полос железа безо всяких колес просто на колодах применялись в разных сражениях мы знаем что например сражение при креси англичане использовали артиллерию но к концу столетней войны становится понятно артиллерия это действительно то что может стать богом войны и карл смирлый создал себе очень мощный артиллерийский парк в котором было около 300 таких бомбард 300 орудий и он активно их применял сражениях против своих противников людовику 11 пришлось потерпеть поражение от карла смелого в открытой войне но людовик сумел натравить на карла смелого карла бургундского его других соседей и войнах с этими соседями карл смелый и сложит свою голову в 1474 году начинается серия так называемых бургундских воин которые длятся по 1477 год и которые будут концом независимого бургундского герцогства в этих войнах главным противником бургундии станет швейцария швейцария сегодня это маленькая мирная страна в центре европы которая известна своим шоколадом и банками ну еще конечно же часами тогда швейцария это был край суровых мужчин которые не терпели над собой никакой власти которые создали собственное государство без короля швейцарскую конфедерацию и каждая швейцарская община они назывались кантон выставляли свое ополчение воинов которые были почти профессионалами сражались они в основном в пешем строю используя длинные пики и тяжелые алебарды и представляли собой очень серьезную регулярную пехоту в этих бургундских войнах швейцарцы показали всю свою силу в 1476 году герцог карл бургундский терпит два поражения он пытается захватить эльзас и лотарингию вступил вступает в конфликт с герцогом лотаринским который привел на помощь швейцарцев и дважды при грансоне и примуртене бургундская армия терпит катастрофические поражения швейцарская тяжелая пехота организованные солдаты швейцарских провинций кантонов наносят поражение и бургундской кавалерии и бургундской артиллерии а в 1477 году карл смелый желая взять реванш начинает еще один военный поход который закончится около городка нанси в сражении при нанси в 1477 году союзники объединившиеся против карла смелого лотарингцы и швейцарцы громят армию бургундского герцога а сам он погибает сражение это произошло зимой 1477 года и тело карла смелого потом было найдено на поле уже замерзшие сам герцог погиб в бою для людовика одиннадцатого французского короля для французского короля людовика одиннадцатого гибель его главного противника самого сильного из французских феодалов бургундского герцога была настоящим подарком это была манна небесная который тут же людовик французский король старается воспользоваться он фактически силком захватывает бургундские владения объявляя себя правителем этих земель но население бургундии короля не приняло странно на людовика одиннадцатого посмотрели и его соседи из числа князей священной римской империи германской нации у которых были свои планы на бургундское наследство и в результате разворачивается длительная война за бургундское наследство людовику одиннадцатому пришлось уступить часть владений императору священной римской империи германской нации получить все земли и герцогство бургундское и графство бургундское французскому королю не удалось хорошо хоть герцогство бургундское а также другие владения карла смелого на территории франции людовик восьмой сумел заполучить людовик восьмой умирает в 1481 году фактически объединив всю францию под своей властью он был не только хитрым интриганом он был достаточно здравомыслящим правителем при нем города на которую традиционно французские короли опирались в борьбе с феодалами были освобождены от военной повинности а вассалом французской короны рыцарям феодалом было дозволено откупаться отличной военной службы вместо этого они могли внести в казну деньги на которые король нанимал себе постоянную наемную армию людовик 11 очень внимательно глядел на то как швейцарцы громят рыцарскую кавалерию бургундцев и с этого момента именно наемные швейцарцы становятся главной ударной силой пехоты во французской армии масса наемной пехоты из швейцарии служит французскому королю при французском короле швейцарская гвардия всего у людовика по подсчетам историков концу царствия было около 30 тысяч человек хорошего наемного войска из которой около пяти тысяч составляли тяжело вооруженные всадники жандармы и около 25 тысяч пехотинцы в основном нанятые швейцарцы опираясь на эту военную силу людовику 11 удалось присоединить практически все земли современной франции к французской короне исключение составила только герцогство бретонская британия которая присоединится при преемнике людовика 11 карле 8 очень большое внимание людовик 11 уделял и экономике при нем например центром шелкового производства становится город ли он в который людовик повелел переселить ткачей которые занимаются вот это вот драгоценной шелковой тканью рецепт изготовления шелковых тканей французы похитили у византийцев которые в свою очередь сумели похитить его у китайцев и теперь французское королевство славилась своими шелками сложилась система полностью централизованного государства во главе которого стоял король опиравшийся на генеральные штаты собрания представителей различных сословий другое дело что вот такое вот собрание генеральные штаты французские короли собирали все реже реже и реже у французского короля была существенная казна которая позволяла ему содержать во первых большое наемное войско а во вторых немалое количество чиновников которые от имени короля управляли различными частями государства и выполняли его поручения король содержал немалое количество судей кюремщиков которые следили за врагами короля выносили им тяжелые приговоры а оплачивало это все простое французское население со второй половины 15 века налоги во франции которые до этого собирались время от времени становятся постоянными и горожане крестьяне ремесленники торговцы вынуждены платить налоги в королевскую казну благодаря которой и держится королевская власть с 1481 по 1498 год во франции правит карл восьмой карл восьмой сын людовика одиннадцатого присоединяет последнюю неприсоединенную территорию британь герцоги британи бритонские герцоги долгое время сохраняли независимость но последняя представительница герцог сковорода в британии была вынуждена вступить в брак с французским королем карлом восьмым ей конечно самой это не очень нравилось она даже повелела из своей столицы города ренна в британии привести в париж себе отдельную кровать поскольку заявила что с французским королем ложи делить не будет но тем не менее она принесла в качестве приданого свое герцогство вот с этого момента франция была объединена практически вот в тех границах которые мы с вами сегодня знаем а после этого французские короли начинают активную политику внешней экспансии в европе еще много интересных территорий которые привлекают французских королей например италия при карле восьмом начинается длинная серия итальянских войск где столкнулись интересы франции и священной империи священной римской империи германской нации французские короли из династии валуа а потом бурбонов будут много воевать с германскими императорами из династии габсбургов но это уже относится книг эпохи средневековья а скорее к эпохи нового времени любопытный факт умер карл восьмой глупо знаете иногда так бывает однажды в своем замке он входил слишком низкую дверь и ударился головой о косяк получил тяжелую травму головы впал в куму и спустя девять часов скончался вот на этом короле на карле восьмом умершем в 1498 году наверное мы закончим разговор об истории средневековой франции а что же в это время происходило в англии там тоже было немало интересного в ходе столетней войны на английском престоле произошла смена династии короля из династии плантагенетов ричарда 2 в 1399 году сменяет король генрих 4 на престоле династия ланкастеров мы с вами помним как второй король этой династии генрих 5 сокрушил французов в битве при озенкуре а его малолетний сын наследник генрих 6 который правил с 1422 по 1461 год был объявлен одновременно и королем англии и королем франции при генрихе шестом англия проиграла столетнюю войну но это не помешало английским королям продолжать носить титул королей англии и франции буквально сразу же после окончания столетней войны англию ждала вторая война уже война внутренняя война гражданская вот это вот гражданская война которая начнется при генрихе шестом и приведет к краху ланкастерской династии началась в 1455 году и длилась 30 лет до 1485 года в историю она вошла с красивым названием война алой и белой роз две династии французских правителей родственники королей одни из династии ланкастеров другие из династии йорков сошлись в жестокой схватке символом ланкастерской династии была алая роза символом йоркской династии роза белая вот от имени символов вот этих вот противоборствующих династий историки назвали эту войну войной алой и белой роз очень и очень романтично главной причиной этой войны было жестокое соперничество крупных феодальных родов каждый из которых рвался к королевскому престолу более мелкие феодалы желали получить земли чины деньги из казны титулы при этом совершенно не стеснялись выступать то на одной то на другой стороне после того как закончилась столетняя война в англии оказалось немало людей с боевым опытом которым не было применения из таких людей крупные английские феодалы герцоги и графы составляли собственные феодальные армии достаточно серьезно вооруженные и многочисленные и опираясь на эти феодальные армии они требовали от королей денег чинов титулов земель и званий естественно если бы короли были бы сильными и могучими то в этой ситуации английские обороны мало бы что получили но сидящий на английском престоле генрих 6 ланкастер был человеком в общем-то довольно безвольным подверженным влиянию своей жены француженки и в конце жизни вообще впадавший в приступы безумия поэтому укоротить своих феодалов он не мог против ланкастерской династии выступают их дальние родственники из династии йорков вообще-то сами ланкастеры получили власть в результате государственного переворота основатель этой династии генрих 4 сверх законного короля ричарда второго плантагенета в 1399 году и у многих были вопросы раз ланкастеры сели на престол совершив переворот то почему бы кому-нибудь другому не сесть на английский престол совершив такой же переворот тем более что герцоги йоркские считали что у них прав больше дело в том что ланкастерская династия вообще-то происходило от третьего сына великого английского короля эдуарда третьего по мужской линии а вот йорки происходили от второго сына этого же короля более старшего правда по женской линии а если считать чисто по мужской линии то от пятого из сыновей эдуарда третьего но йорки считали что в англии не работает правило что власть не передается по женской линии и раз их предок пускай и по женской линии был более старшим сыном великого короля эдуарда третьего то соответственно них больше прав на престол чем у ланкастеров ланкастеры говорили что вообще-то мужчины должны править поэтому йорки потомки пятого сына эдуарда третьего они менее прав имеют на престол чем мы ланкастеры потомки третьего сына если смотреть на историю войны роз мы увидим целую цепь измен заговоров предательств перехода с одной стороны на другой английские феодалы не стеснялись менять сторону есть такой замечательный писатель роберт льюис стивенсон который не только прославился своей великолепной книжкой про пиратов остров сокровищ но написал еще замечательную книгу об английском средневековье которая называется черная стрела рекомендую эту книжку почитать вот там очень хорошо показано как английские феодалы с утра воюют за ланкастеров вечером за йорков на следующее утро снова за ланкастеров в зависимости от того за кого им будет выступить более выгодно война эта характеризовалась еще и крайней жестокостью потому что в отличие от воин предыдущего феодального периода пленных не отдавали за выкуп в основном их ждала суровая казнь кроме того немалое количество английских аристократов сложили головы в ожесточенных сражениях войны двух роз поначалу в этой войне побеждают представители йоркской династии герцог йоркский эдуард в 1461 году разгромил короля генриха шестого ланкастера и короновал себя короной англии эдуард четвертый будет править с небольшим перерывом когда генриху шестому удастся на время вернуть свой трон до 1483 года однако после него после эдуарда четвертого йорка останутся только сыновья очень молодого возраста кроме того английский парламент признает этих сыновей незаконно рожденными их лишат права на престол и заточат в замке тауэра откуда они таинственно исчезнут как предполагают многие они были убиты по приказу брата эдуарда четвертого ричарда герцога глостера который войдет в историю как ричард третий ричард третий добился чтобы английский парламент отрешил от власти сыновей эдуарда четвертого и сам правит с 1483 по 1485 год но ланкастеры продолжают сопротивление в общем то основная ветвь династии ланкастеров была уже вырезана в этой междоусобной войне и в борьбу ступают их далекие родственники один из таких дальних родственников генрих тюдор в 1485 году встречается с ричардом третьим английским королем в сражении у города басворд в этом сражении ричард третий проявил личную храбрость когда стало понятно что сражение разворачивается не в его пользу когда стало понятно что те сеньоры феодалы на которых рассчитывал английский король ричард перешли на сторону его врагов прямо в ходе боя ричард во главе небольшого отряда гвардии бросился в центр войска своего противника надеясь сразить самого генриха тюдора и тем самым выиграть сражение ричард третий погиб в бою это был третий из английских королей который погиб в бою после гарольда второго погибшего в сражении при гастингсе в 1066 году и ричарда львиное сердце погибшего во время войны во франции когда в 2012 году будет найдено захоронение ричарда третьего ученые-следователи обнаружат на его теле 11 ран из которых 9 приходится на голову да ричард третий пал в бою а генрих тюдор провозглашает себя английским королем вот так вот дрались ланкастеры с йорками а победили тюдоры для того чтобы укрепить свою власть генрих тюдор женился на принцессе из дома йорков и тем самым объединил вокруг себя и ланкастерскую и йоркскую династию это нашло отражение даже в геральдических символах генрих тюдор в своей геральдической розе соединил и красный и белый цвет и алую розу ланкастеров и белую розу йорков династия тюдоров это именно та династия с которой англия войдет в новое время генрих седьмой правец 1485 по 1509 год ему удается всерьез укрепить власть английского короля настолько что историки говорят о том что именно при генрихе седьмом в англии сложилась абсолютная монархия то есть монархия где власть короля не ограничено практически ничем конечно же не в полной мере полностью абсолютизм ничем не ограниченная власть монархов сложится в англии позднее но тем не менее генрих седьмой немало для этого сделал ему не трудно было добиться чтобы никто не смел противоречить его власти потому что английская аристократия лорды сэры пэры перерезали друг друга в войне роз а те кто остался жив и пытался что-то возражать королю против него выступала мощная королевская армия король не стесняясь применял артиллерию при штурме замков непрокорных феодалов буквально стирая их с лица земли по приказу короля частные феодальные армии которые набирали отдельные лорды запрещались были распущены и теперь в англии было только одно королевское войско и вот в таком положении покорив феодалов наполнив казну укрепив собственную власть генрих седьмой дает старт новому времени в англии здесь мы с вами прощаемся еще с одной страной а на следующем видео уроке разговор у нас с вами пойдет о стране которой мы почти ничего не говорили об испании там тоже много интересного большое спасибо за внимание всего доброго до сих пор